Ты же здесь, чтобы изучать испанский легко и быстро? С удовольствием! Тогда устраивайся поудобней и мы сегодня пройдем отличный диалог. Ты узнаешь, как спросить как дела и пригласить человека в кино? Ты готов? Тогда vamos! Приветствую тебя, мой дорогой друг! Если ты впервые на нашем уроке, хотя сегодня уже урок всем, тогда ты должен подписаться на мой канал, сделай красную кнопку серой, нажми на колокольчик и ты никогда больше не пропустишь свежий урок, который у нас бывает каждую неделю. И, конечно, поставь лайк. Это касается всех подписчиков, всех слушателей нашего курса. Ставьте лайки, это будет меня мотивировать дальше записывать наши интересные уроки с современными живыми диалогами по методике АСИМИ. Сегодня у нас с вами будет очень интересный обобщающий урок, то, что мы с вами уже изучили за шесть уроков. Сегодня урок номер семь. Давайте с вами сегодня чуть больше поговорим по грамматике. Вы знаете, что особенность методики АСИМИ – это изучение языка по диалогам, по живым диалогам с впитыванием языка естественным путем, где грамматика дается небольшими порциями. Но сегодня будет чуть больше грамматики, но нас ждет и диалог. Самое главное в языке – это глаголы. Поэтому я вам рекомендую глаголы запомнить. Самое главное в языке – глаголы. Если вы усвоите спряжение глаголов, если вы начнете спрягать глаголы в настоящем времени – это уже половина успеха. Поэтому давайте посмотрим на экран важные-важные таблицы сегодня. Есть, вы знаете, в любом языке, особенно в европейских, есть неправильные и правильные глаголы. Мы с вами уже за наших шесть уроков изучили несколько нефральных глаголов. Сэр – быть, эстар – быть, тэнэр – быть, то есть иметь и ир – идти, ехать. Давайте я прочитаю спряжение глагола сэр. Yo soy, tú eres, él – ella – es, nosotros – nosotros somos, vosotros – vosotros – vosotros – sois, ellos – ellas – son. Второй глагол – estar, тоже быть. Estoy – yo estoy, tú estás, él – ella – está, nosotros – estamos, vosotros – estáis, ellos – están. В чем же отличие сэр и estar? Буквально через одну секунду. Не забывайте, что у нас гласное, где стоит акцент, всегда ударное, ударное слово. Ударное гласное. Поэтому ударение – estás, estás, está, estáis – están. Глагол – tener – иметь. Yo tengo, tú tienes, él – ella – tiene, nosotros – tenemos, vosotros – tenéis, ellos – ellas – tienen. Окей? И глагол – ir. Идти, ехать. Yo voy, tú vas, él – ella – va, nosotros – vamos, vosotros – vais, ellos – van. Вот четыре неправильных глагола, которые вы должны знать на данный момент. Личное местоимение вы уже знаете. Если вдруг вы забыли, что такое yo, tu, él, nosotras, vosotras, почему у нас есть форма vosotras и vosotras, тогда обязательно посмотри предыдущие уроки. Я там об этом уже говорил. Вот эти глаголы необходимо запомнить. Но в чем же отличие двух глаголов «быть»? Мало того, что в русском языке мы его не используем, глагол-связку «быть», допустим, я – Дмитрий, «я» в Москве, а в испанском языке не только он есть один, а еще два. Давайте я вам попытаюсь объяснить разницу этих глаголов. Глагол «estar» – «быть» – это что-то временное. Мы используем в каких случаях? Допустим, выражение самочувствия, выражение эмоций. Yo estoy bien – я есть хорошо. То есть я хорошо себя чувствую. Мы можем сказать «estoy mal» – я плохо, мне плохо, потому что это состояние у нас может поменяться. Estoy feliz – я счастлив. Я есть счастливый. Я есть счастливый. А может быть, через час я буду уже несчастливый. Поэтому, когда мы выражаем самочувствие, эмоции, используем глагол «estar». И еще местонахождение. Допустим, я дома. Estoy en casa. Я дома. Я дома. Estoy en casa. Но через 15 минут я могу выйти в магазин, и я уже буду не дома. Либо «Estás en Moscú» – ты в Москве? А может быть, человек не в Москве. Поэтому для обозначения местонахождения мы тоже используем глагол «estar». Глагол «ser» – «быть» – это что-то постоянное, то, что не изменяется. Смотрите, несколько примеров. Soy Dmitry – я Дмитрий. Soy Russo – я русский. Soy profesor – я учитель. Конечно, я могу поменять имя. Конечно, я могу поменять национальность. Конечно, я могу поменять профессию, но все-таки это постоянное свойство, качество меня, которое, скорее всего, никогда не изменится. Поэтому, когда вы говорите о чем-то постоянном, используйте глагол «ser» – «быть». Надеюсь, что сейчас разница между «estar» и «ser» вам понятна. Конечно, в следующих диалогах у нас будут примеры. Я буду обращать ваше внимание на отличия и на использование «estar» и «ser». Есть очень хороший онлайн-спрягатель «испанский глагол». По этой ссылке вы можете найти и спрягать глаголы. Я вообще вам рекомендую, допустим, брать один глагол каждый день, либо через день, и его спрягать. Допустим, писать, рисовать, еще что-то. Вы вводите этот глагол в онлайн-спрягатель и видите спряжение во всех временах. Но нам с вами пока все времена не нужны. Возьмите пока настоящее время и спрягайте глаголы. И сейчас очень важно, мы с вами изучим спряжение глаголов в настоящем времени, правильных глаголов. Хорошая новость, что большинство глаголов испанского языка, они правильные. Как же спрягаются глаголы в испанском языке в настоящем времени? Есть три группы глаголов, которые заканчиваются на «aere», например, «trabahar» – работать, на «eere», «beber» – это «пить», или «eere» – «escribir» – «писать». Чтобы их спрягать, мы с вами отбрасываем окончание. Видите, окончание, что делать, я выделил большими буквами. А остальное будет основа. Мы берем основу, например, «trabah», «beb», «escribir» – это основа глагола. И добавляем личные окончания, которые выделены жирным и желтым цветом. Давайте прочитаем спряжение глагола «trabahar» – «yo trabajo» – «я работаю», «tu trabajas» – «ты работаешь», «el, ella trabaja» – «on, она работает», «nosotros trabajamos» – «мы работаем», «vosotros trabajáis» – «вы работаете», «eyos trabajan» – «они работают». Не забываем, что на слог, который заканчивается на «en», удрение не падает. Глагол «beber» – «второй группы» заканчивается на «er», убираем окончание, основа «beb», работаем с ней. «Yo bebo» – «я пью», «tu bebes» – «ты пьешь», «el, ella bebe» – «on, она пьет», «nosotros bebemos», «vosotros bebéis» – «вы пьете», «ellos beben» – «они пьют». И глагол третьей группы «escribir», основа «escrib» и к ней добавляем снова личное окончание. «Yo escribo» – «я пишу», «tu escribes» – «ты пишешь», «el, ella escribe» – «on, она пишет», «nosotros escribimos» – «мы пишем», «vosotros escribís» – «вы пишете», «eos, ellas escriben» – «они пишут». Смотрите, в чем же отличие второй и третьей группы? Те же самые окончания практически, но только в форме «носотрасмы» и «бустотас вы» вместо «э» будут «и». Вот это единственное отличие от глаголов второй и третьей группы. Не так сложно. И помните, что если у нас глагол «трабахар» заканчивается на «а», значит, почти везде, кроме «я», формы «я», у нас будет в личном окончании «а». Видите? Здесь «а», здесь «а», здесь «а». Это во всех правильных глаголах, которые заканчиваются на «ар». И в соответствии «beber», «escribir» – то же самое. Они практически одинаковые спряжения второй и третьей группы, но в третьей группе у нас «носотрасмы» и «бустотус вы» имеет окончание «и». Вот это особенность. Поэтому, видите, несложно спрягать глаголы испанского языка. Теперь берите один глагол каждый день, особенно правильный, и старайтесь его спрягать. Такую делать грамматическую зарядку по глаголам. Рекомендую. Как только вы освоите спряжение глаголов, вы сможете говорить, использовать наши замечательные диалоги, а больше ничего и не надо. Сейчас у нас с вами будет обобщающий диалог по нашим шести урокам. Давайте его послушаем и потом разберем. Поехали! Лекцион септима. Диалого рекапитулативо. Лекцион септима. 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 Это очень хорошая идея. Мы приглашаем к Педру. Конечно. Здесь есть его телефон номер. Вот наш диалог. Я думаю, что вы очень много уже поняли, а давайте сами разберем и проработаем весь диалог буквально весь полностью, чтобы вы понимали его на сто процентов. Окей? На экране. Hola. Привет. Buenos días. Que tal? Добрый день. Доброе утро. Как дела? Bien, gracias. И ты? Или bien gracias. Так говорят испанцы. Помните? CCC. Испанцы. Gracias. Латиноамериканцы. Bien, gracias. И ты? Спасибо, хорошо. А ты? Muy bien. Очень хорошо. Quieres ir al cine? Quieres. Хочешь? Глагол querer. Хотеть, любить. Он у нас уже встречался. Ир. Пойти. Куда? Al cine. Al cine. Quieres ir al cine? Хочешь сходить в кино? Estupendo. Estupendo. Отлично. Превосходно. Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. Это хорошая идея. Podemos invitar a Pedro. Podemos. Мы можем invitar, пригласить кого-то, человека. Тогда у нас A добавляется, a Pedro. Можем пригласить Pedro. Claro. Или claro que sí. Конечно. Aquí tengo su número de teléfono. Aquí, здесь, tengo, имею, su, его, número, номер. Какой? Чего? Соединяем de. Número de teléfono. Его номер телефона. Sabes. Вогол saber, знать. Знаешь что? Ну, в русском я перевел как знаешь что. Испанцы говорят просто sabes. He olvidado coger dinero. He olvidado. Это прошедшая форма. Она у вас несколько раз встречалась. Пока просто запоминаете визуально и на слух. Потом мы с вами разберем подробно в прошедшее время. Я забыл coger. Взять. Взять что? Dinero. Взять деньги. Давайте потренируем произношение, как всегда, и послушаем, произнося вслух за диктором. Поехали. Взять. 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 Очень хорошо. ¿Quieres ir al cine? Estupendo. Es una buena idea. ¿Podemos invitar a Pedro? Claro. Aquí tengo su número de teléfono. ¿Sabes? He olvidado coger dinero. Sabes, he olvidado coger dinero. Отлично. И, как всегда, во второй части нашего занятия поработаем в приложении Quizlet и потренируем все наши фразы. Давайте только начнем с испанского на русский. Hola. Привет. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. Gracias. ¿Y tú? Спасибо. ¿Hорошо. ¿A ti? Muy bien. Muy bien. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir al cine? Estupendo. Es una buena idea. Estupendo. Es una buena idea. ¿Atлично? Esta es una buena idea. ¿Podemos invitar a Pedro? ¿Podemos invitar a Pedro? ¿Podemos invitar a Pedro? ¿Puedes invitar a Pedro? ¿Puedes invitar a Pedro? Claro. Claro que sí. ¡Claro! Aquí tengo su número de teléfono. Aquí tengo su número de teléfono. Aquí tengo su número de teléfono. ¿Estás? ¿Estás olvidado coger dinero? ¿Estás olvidado coger dinero? ¿Sabes? ¿Estás olvidado coger dinero? ¿Sabes qué? ¿Ya забыл взять деньги? Сейчас с русского на испанский. Если хотите, можете поставить на паузу и переводить письменно. Или первый раз вместе вслух. Привет. Hola. ¿Dónde está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Спасибо, хорошо. ¿Au ti bien? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Очень хорошо. Muy bien. Muy bien. ¿Hochешь сходить в кино? ¿No? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir al cine? Отлично. Это хорошая идея. Как мы это скажем? Отлично. Это хорошая идея. Estupendo. Es una buena idea. Estupendo. Es una buena idea. Можем пригласить Pedro. Podemos invitar a Pedro. Podemos invitar a Pedro. Claro. 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 Так. Вот у меня его номер телефона. Aquí tengo su número de teléfono. Aquí tengo su número de teléfono. Знаешь что? Я забыл взять деньги. Sabes, he olvidado coger dinero. Sabes, he olvidado coger dinero. Вот такой у нас интересный диалог. Давайте его послушаем еще раз. У нас позволяет сегодня время. Слушаем еще раз этот диалог, обобщающий по шести урокам. LECCIÓN SÉPTIMA. DIÁLOGO RECAPITULATIVO. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Es una buena idea. ¿Podemos invitar a Pedro? Claro. Aquí tengo su número de teléfono. Sabes, he olvidado coger dinero. Отлично. Я надеюсь, что ты сейчас все понял. На экране суперсоветы для максимального результата. Не забывай слушать этот же диалог в течение следующих трех дней, прежде чем приступить к новому уроку. А тебе понравилось, с каких мы уже достигли результатов, дорогой мой друг? Мы с вами за 7 уроков уже можем строить диалог знакомства. Пожалуйста, давайте поставим нам всем жирный лайк за наши первые классные результаты в испанском языке. Ну и, конечно, давайте поделимся нашими эмоциями, маленьким заданием. Какая фраза тебе понравилась больше всего за эти 7 уроков? А что самое интересное ты узнал на нашем уроке сегодня или по нашим 7 первым урокам испанского языка? Я очень горжусь тобой, что ты постоянно с нами, со мной, и мы вместе изучаем этот красивый, замечательный испанский язык. Что я хочу пожелать? Я уже жду с нетерпением нашей следующей встречи, изучая испанский, слушая наши уроки каждый день. И до встречи! Адьос!